Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у меня валёк... Уже его нужно в этом размере... Ну и здесь где-то миллиметров 7, около этого... 7-6 уже нужно притенять... Я обработал... Буквально дня два назад... Баковой смесью... Аидиума... Мильдию... Добавил ещё акарицид, инсектицид... Провантомайт... Добавил бенефит... Для увеличения массы... Всемих ягод... И плантофол... Пропорция 20-20-20... Вчера я занимался чеканкой... Первый раз уже прочеканил... Второй раз нужно будет прочеканивать... В начале августа... А сейчас... Если вы не обработали... Обрабатывайте соответствующими препаратами... Почему я вас опять же призываю к обработке... Вот я сегодня вышел... 12 дня... По такой жаре слышно... Селёдка воняет... А это значит уже верный признак того... Что где-то у кого-то на винограднике... Уже появился аидиум... Он уже начинает спароносить... И начинает уже вонять... А внешние такие... Тактильные признаки того... Что есть уже аидиум... И его надо ожидать... И у вас на винограднике... Так... Под пасынок валька... Оставляют 2-3 листа... Ну я оставляю больше... Если он мне не мешает... Я обычно убираю точку роста... И всё... То есть я... Листовая масса... С помощью фотосинтеза... Дает сахара... И на пасыночках... Вот смотрите... Ещё завязываются... Маленькие гроздочки... А это плюс... Это всегда радует... Хочется иногда... После того как основной урожай уйдёт... И покушать... Вот такие вот... Чуть попозже... Недельку-полторы... Гроздочки... Но... Насчёт пасынков... Если вы обработали раньше... Виноград он... Относительно чистый... Вот смотрите... С пятнами остался... Большой старый лист... То пасынки менее защищены... И они хватают... Вот... Мильдия... Видно вам... Да? Но это уже начинает подсыхать... Поскольку я совсем недавно... Вот... На днях... Обработал... Весь свой виноградник... А вчера уже после того как подсох... Я чеканил... И так... На ближайшие дни... Какие у нас работы... Поскольку уже всё отсвело... И уже завязалось... У кого хуже... У кого... Хорошо... Вот подобные... То нужно будет... Во-первых... Это валёк... Нужно будет прореживать... Ягоды... Или так... Вот таким способом... Но падает мало... Или же брать ножички... И вырезать... Принудительно... Прореживать... Гроздочки... Ну вот... И убирать загущенность... Вот... Если вдруг у вас есть... Вы меня спрашивали... В районе грозди... Я убираю или нет... Убираю... Потому что... Невзирая на то... Что допустим... Может быть... Или не может быть дождей... Роз и туман по утрам бывает... Поэтому... Серая гниль может прицепиться на грозе... Поэтому лучше убрать... И... Вот такую... Вот такие вот плотную гроздь... Нужно будет обязательно прореживать... Чтобы... Добиться более-менее... Эффективного... Проветривания грозди... И... Чтобы гроздь дожила... Непоражённая серая гнилью... До того момента... Когда будем одевать... Мешочки... Вот... Кстати... Очень хорошая вещь... Вот этот вот фартушок... Секатор... Запасные части... Для... Тепенера... И... Можно... Залазить... Обрабатывать... Чекание... Всё под рукой... На табуретке... Или на лестнице... Отличная вещь... Хорошая... Но... Вернёмся к пасынкам... Пасынки... Менее защищены... Они растут... И точка роста... Получается... Через 4-5 дней... Вот такие вот молоденькие листики... Они уже очень восприимчивы... К болячкам... Значит... Убираем точку роста... На всех пасынках... А если они растут до грозди... Убираем их полностью... Я позавчера ещё прочеканил... Не прочеканил... Позавчера ещё убрал... Пасынки... В районе гроздей... Всё это поубирал... Листья... И теперь получается... Вот относительно... Более-менее... Смотрите... Проветриваемый куст... Старые гордины... Теперь... Если у вас есть... Я думаю... На даче всё-таки есть... Если вы обычно... Как и я... Привозите всё старьё на дачу... Старые гордины... Разрезаем... Вдоль... Получается такая вот... Узкая полоска... 60-70 сантиметров... Ещё и хорошо... Что и белый... Не будет перегреваться... Гроздем... И завешиваем... Гроздочки... Я тоже этим займусь... У меня и видео есть об этом... Так что я дублировать сильно... Часто не буду... Просто расскажу об этом... Поливать... Насчёт полива... Было пару раз... Таких... Вопросов от новичков... Когда поливать... Как поливать... Как часто... Поливаем с помощью мульчи... Закладываем мульчу... Вот... Молоденькие... Это у меня уже... Двухлетние... Кусты... Я выбрал здесь... Посадил себе... Хамелеон... Вот... Хамелеон... Подарок не святая... Гурман ранний... То есть... Самые вкусные... Сорта... Все с мускатом... Или с каким-то... Очень интересным... Привкусом... Просто большие... Просто красивые сорта... С ягодники... Я не сажаю уже давно... Ну такие как... Виктор... Преображение... Там еще какие-то... Страдающие гигантизмом... Ну смысл... На рынок... На рынок... Можно прекрасно вывести... Надежды... Подарок не святая... Круглая большая ягода... У меня есть об этом видео... Видео называется... Такой виноград должен быть у каждого... Очень вкусный... Красивая такая бордовая... Ягода... Ну невероятно вкусная... Хрустящая... Ну что еще надо для продажи... И она... Фору даст... Многим викторам... Преображениям... Ну вот... Допустим... Вот такой вот... Молоденький кустик... Вот такие вот старые... Листья... Вот она видно... Даже под цвету... Вот молоденький... Молоденький листик... Он... Салаты... Вот старые... Старый лист... Хуже работает... На фотосинтез... На выработку сахара... На сахарозу... Обеспечивает... Себя... В большей мере... Себя... А уже... А не куст... Он работает на себя... Поэтому старые листья... Лучше... Обрывать... Вот... Уйдет загущенность... Лучше будет проветриваться куст... И... Уберете... Так скажем... На хлебников... На кусте... Так... Ну вот уже немножко... И посветлел наш куст... Вот... Эта операция называется... Осветление куста... И... Как один мне говорил... Знакомый... Виноградарь... Я с ним полностью согласен... Что молоденькие... Саженцы... Кустики должны бы жить... Почти в болоте... Поскольку... У них... Корневая система... Относительно... Близко залегает... К поверхности грунта... Если вы уехали... С дачи... Дня на 4... На 5... Ну... То есть... На работу... Работаем и все... Вот... И не получается раньше приехать... Земля... За день-два... Пересыхает... Начинает резкаться... И туда... Заходит сухота... Жара... И может куст... Молоденький... У нас саженец... Пропасть... Поэтому нужно обязательно... Мульчировать... И заливать его... Водой... Возможно... Даже... У меня старое видео... Как я поливаю инжир... Свой... Тоже уезжаю... С дачи... Денька на 4... Я ставлю 5-6 литровую бутылку... Там... Тоненьким шилом... Цыганской иголкой... Где такой диаметр... Прокалываю... Четыре дырочки... И там... Потихонечку... Такой капельный полив... 6 литров... Меня... Денька на 2... Спасает... Можете сделать... То же самое и здесь... Или же... Купить по капельный полив... И... Если у вас есть вода... Заливать свои саженцы... Итак... Вроде все... Сгреб... На сегодняшний день... По работам... По всем... Значит... Займаемся... Вот таким вот... Делами на своем... В винограднике... Обработка... Чеканка... Полив... Мульча... И так далее... Вроде все... А я вам традиционно желаю... Хороших урожая... Поменьше болельщик... На ваших садах и огородах... Подписывайтесь на канал... Ставьте лайки... Всем пока... Желаю вам успехов в труде... И большого счастья в личной жизни... Вот... Благодарю за внимание...